Что может быть лучше, чем отметить праздник в дружной семье, в теплой семейной атмосфере, где два ветерана Великой Отечественной войны и один тыловик? Поздравить их с Днем Победы приехали и гости. Отправилась в Республиканский дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов и наша съемочная группа. Подробнее Александра Коваленко. С Великим праздником Победы! Спасибо вам за Победу! 76-ю годовщину Победы Анна Зиновьевна вынуждена встречать в палате. После перенесенного ковида ветерану сложно выходить на улицу. Она больше предпочитает лежать. Но вся ее дружная семья надеется, что уже летом свой 100-летний юбилей Анна Антоновна будет отмечать за праздничным столом в кругу гостей и близких. 9 мая ветеран считает своим вторым днем рождения и с удовольствием принимает сегодня поздравления от дорогих гостей. Эти суровые дни войны всплывают в памяти отчетливо и сегодня. Даже спустя 76 лет, рассказывает нам Анна Антоновна. Как мы переживали сильно, а победили врага все равно. Победили мы, дети и родители. Победили мы. Оп, какое там питание было. Корочка хлеба. И то дорожишь за ней, за этой корочкой хлеба. Покушаешь и думаешь, наверное, хватит и надо оставить еще на завтрак. А детки были, трое. Надо детей накормить, а потом себя. Если останется после детей, что? Значит, покушаю. А не останется, чай сладенький разведу, напьюсь и все. А тем временем во дворе уже накрыты столы. Готовится праздничный обед. В День Победы главным блюдом всегда считается солдатская каша. Сегодня в этой семье живут 53 человека. Каждый окружен заботой и вниманием. И в этот день ветераны принимают поздравления от людей, которые их опекают, оберегают и любят. Мы относимся к ним с большим уважением. Так как благодаря им у нас сейчас мир на небо над головой. И мы живем в такой прекрасной стране. Пока блюдо готовится, праздничную атмосферу создают песни военных лет, которые исполняют сами жильцы. Это праздник и грусти, и радости. Подпевать здесь любит каждый. И песня по одной строчке сразу поднимает настроение как жильцам, так и гостям. На каждый праздник Валентин Гульманов готовит свой индивидуальный номер. А сегодня дуэтом исполнили песню «Пилоты». В праздничную атмосферу окунулась и заместитель министра труда и социального развития Мадина Шаева, курирующая это учреждение. От имени министра труда и социального развития Качаево-Чакевской республики Руслана Айсовича Шаркова от себя лично я вас всех поздравляю с замечательным праздником, с Днем Великой Победы. И хочу вам пожелать в первую очередь, конечно, здоровья, долговетия, душевного сепла, заботы, внимания. Свой китель труженик тыла Антонина Жирновая надевает с удовольствием. Ей было всего 11 лет, когда началась война. Вместе с матерью она провожала на фронт своих братьев, рассказывает нам ветеран. Помимо того, что мы работали, еще мы вязали носки, мама пляла, а мы вязали. И потом посылку мы передавали, передавали, как моим дядькам они были на фронте. А они своим друзьям раздавали на фронте носки и другие, поэтому это платочки. В завершении праздничного застолья музыкальный подарок всем жильцам преподнес ведущий Алексей. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Александра Коваленко, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия.